МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Гончаренко. И сначала коротко о том, что будет в этом выпуске. Такие продукты вредят здоровью, предупреждают полицейские. Стражи порядка все чаще вскрывают подпольное производство, организованное иммигрантами, и обращают внимание, что это реализуется не где-нибудь, а в популярных магазинах. Данная продукция поставлялась, к примеру, в УАЗ-1, это ВИМ, Владимирский. Езда с препятствиями или ловушки на ночных дорогах методы работы новых подрядчиков влетают автовладельцам в копеечку. Так начался в республике ямочный ремонт. Я потерял 10 тысяч денег на колесах, чтобы здесь проехать. Испытали на прочность самый большой в республике бассейн. До дня открытия осталось ждать 3 месяца, насколько будет он общедоступным. Популярное решение депутатов на последней весенней сессии республиканского парламента. Бесплатные земельные участки становятся все более реально осуществимыми планами. На предстоящее распределение участков под индивидуальную застройку определенная надежда у многих. Об этом в нашей программе чуть позже, в рубрике «Парламентский дневник». По примерным подсчетам будет подано 7 тысяч заявок. В надежде получить свое обратились в Верховные Советы работники Черногорского комбината «Искош». Предприятие задолжало им солидную сумму. В арбитражном суде подтверждена задолженность в 9,5 миллионов рублей. Но денег по исполнительным листам люди не получили. Они обращались во все возможные инстанции. В городскую прокуратуру, к мэру Черногорска, к полпреду президента, к уполномоченному по правам человека. А результат таков, что как будто не обращались никуда. На предприятии меняются вывески и конкурсные управляющие. Закрылся черногорский «Искош-регенерат». Персонал уволили, расчет не выдали и приняли в новую контору «Экопромпуть». И тоже не платят денег. С октября месяца 2012 года. И уже сейчас у нас апрель, май уже кончается. Мы ничего еще не получаем. Мы все-таки работаем. А нам только сказки в Менске у леса раскатывают завтра, послезавтра. Приедет барин и рассудит. Все, что смогли сделать депутаты, рассмотреть обращения рабочих и поручили прокурору республики разобраться в ситуации. Вероятно, скоро к парламентариям начнут обращаться граждане, не желающие есть подпольную пищу. Она готовится так называемыми трудовыми мигрантами, причем нелегальными, в условиях полной антисанитарии. И таких примеров все больше. Вскармливают ничего не подозревающим покупателям, по сути, подножный корм, поскольку хранят его прямо на полу в местах приготовления. Один подобный цех по производству выпечки обнаружили в Абакане. В конце прошлой недели полицейские и сотрудники миграционной службы. Они проверяли работу кафе и выяснилось, что разрешения на трудовую деятельность у иностранцев не было. Тем более в такой сфере, как общественное питание, где к сотрудникам предъявляются особые требования. На кух работников и предпринимателя оформили протоколы. Однако можно не сомневаться, что сумма штрафа от 2 до 5 тысяч рублей окупится быстро. А уже на этой неделе обнаружен еще один цех, где нелегалы готовили самсу, чебуреки, лепешки и другие хлебобулочные изделия. Хозяин пекарни утверждал, что его продукция самого высокого качества, а грязь в помещении объяснил подготовкой к ремонту. Согласно найденным на кухне документам, данной выпечкой цех обеспечивал десятки городских магазинов. Пекарей, прибывших из Киргизии, доставили в миграционную службу для выяснения всех обстоятельств. Остается вопрос, а что владельцы вышеперечисленных торговых точек не знают, откуда им привозят продукцию? Или у них тоже есть определенный интерес подсовывать покупателям то, что привозят из подполья неизвестно какого качества? И вероятно, то, что обнаружили полицейские, это лишь малая часть производимых нелегалами продуктов питания. То есть подпольный бизнес процветает. И это в то время, когда только и разговоров, что о новом регламенте пищевой безопасности, который вступит в силу с 1 июля. Когда у отечественных, добропорядочных, вполне легально работающих крестьян, возникнет очередная проблема. Регламент предусматривает наличие скотобоин. Только через них путь мясной продукции на прилавок. И ведь это может ударить по кошельку потребителей. На этой неделе у нас в гостях побывал руководитель регионального управления Россельхознадзора Сергей Машуков. И ему моя коллега Татьяна Донцова задала вопросы, касающиеся предстоящих нововведений. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый день, Татьяна. Ну и первый вопрос. Очень много в последнее время в прессе говорится о том, что с 1 июля у нас меняются какие-то правила или основы тех регламента для сельхозтоваропроизводителей. Что конкретно меняется? Значит, с 1 июля у нас вступает в действие силу технический регламент пищевой безопасности Таможенного союза. Значит, этот технический регламент комиссии Таможенного союза был утвержден, опубликован, доведен, так сказать, до сведений всех заинтересованных лиц еще в декабре 2011 года. То есть, в принципе, на всю подготовку к тому, чтобы мы были готовы к моменту его вступления давалось полтора года. Там еще есть два регламента. Это технический регламент пищевой безопасности зерна и технический регламент масло-жировой продукции. Ну вот именно то, что в первую очередь коснется субъекта, коснется жителей, коснется их интересов, это технический регламент пищевой безопасности. А что конкретно он меняет? Первое, это что с 1 июля запрещается подворный убой животных для реализации продукции. То есть, у сельчан остается право, у сельчан, у сельхозпроизводителей для личного потребления производить убой каким угодно способом. Значит, для реализации убой должен быть осуществлен на специализированной убойной площадке, убойном пункте, там есть разные названия. Требования, которые изложены опять же в кодексе наземных животных, то есть уже во всех европейских стандартах. И только, соответственно, произведя убой на этих площадках, он получает ветеринарно-занитарное свидетельство на право реализации продукции. А насколько сейчас мы близки к этому? Ну, на сегодняшний день в республике насчитывается 15 убойных пунктов. В 2011 году, два года назад откатить, значит, мы точно так же насчитывали этих 15 убойных пунктов. Возможно, в стадии достройки, постройки еще существует сколько-то, но в реестре убойных пунктов их не добавилось. Мы буквально проверяли. Ну, а они, наверное, это в крупных каких-то хозяйствах, а доступ участники не имеют к ним? Нет, доступ участники могут уметь, это, в принципе, бизнес, это и крупному хозяйству интереснее, чтобы убойня работала в одну, в две, в три смены, как угодно. Ну, там существуют определенные требования, то есть к АФХам, это же для любого сельчанина удар по кошельку, это уже расстояние. Значит, минимальное расстояние до поселка должно быть 300 метров, а от крестьянско-фермового хозяйства – 1000 метров. То есть, а у нас порядка 100 тысяч голов было год назад, то есть по осени 2012 года было подвержено убою для реализации, это именно тот скот, который был выращен в личных подворьях граждан. Вот это основная проблема, потому что, ну, 1 июля массового убоя не начнется, и мы будем как-то еще тянуть сроки. Но со средины августа сельчане вынуждены начинать уже избавляться от части выращенного скота, потому что дети в школу идут, необходимо под спорь. А у многих это основной доход – это личное подсобное хозяйство. Решение проблемы в том, что в крупных административных поселениях, так будем говорить, то есть есть все выкладки, сколько в каком поселке, в среднем ежегодно будет подвержено убою. Ну, соответственно, с главами администрации мы проводим совещания, консультации. К европейским стандартам, по каких требует Кодекс наземных животных, мы не построим, ничего бюджет не позволит, но это нужны годы. Ну, самое минимальное требование, я думаю, наша власть выполнит. Самая главная задача, чтобы не оставить сельчанина один на один с этой проблемой, потому что, не имея доступа к такой бойне, он по закону не может получить ветеринарно-санитарное свидетельство. Значит, не может реализовать то, что он ростил полугода. Кажется, конечно, этого никто не допустит, все силы сейчас брошены. Вот. Ну, хотелось бы сказать несколько слов, для чего все это делается. Вот в связи с вступлением ВТО, а у ВТО основной орган – это Международное эпидемиологическое бюро. Границы для четвероногих не закроешь, каждая четверонога не отследишь, перевозку продукции тоже никак не отследишь. А МЭП – это основная цель сбора информации всей эпидемиологической ситуации по всему миру, по всем континентам, по всем странам. То есть, соответственно, мы будем получать всю эпизодику комплекса, где чего заболело и как бы к нам не приехало, так я коротко скажу. То есть, я вам скажу, что в любой стране, входящего сейчас ВТО, по этикетке на колбасе можно определить не только производителя колбасы, а собственника, где он выращивал животное, на какой территории, на каких землях и так далее, и так далее. То есть, вся цепочка, вся пищевая цепочка, что из земли получало растение, что получало животное, что мы получили на прилавок. Ну, у нас, извините, мы в 50% случаев можем увидеть только документы, откуда мясо якобы приехало в регион. Ну, а дальше, после переработки, то же самое. Но примерная стоимость еще неизвестна. Вот я знаю, что сегодня берут в среднем там 800 тысяч рублей, приглашая двух забойщиков, они делают свою черную работу. Вот, поэтому на бойнях я не думаю, что эта цифра будет больше там, чем на 20%. Спасибо, Сергей Викторович, что сегодня к нам пришли. Напомню, сегодня гость нашей студии был начальник управления Россельхознадзора по республикам Хаакасия и Тува. Сергей Машуков. Хорошо бы какое-нибудь тоже европейское нововведение придумать для дорожников, ремонтирующих асфальтовое покрытие. Не знаю, есть ли что-то подобное в других странах, а в России этот процесс народе называют латанием дыр. Профессионалы говорят, ямочный ремонт. От него многие не в восторге, тем более, если он проводится таким образом, как на этой неделе в Абакане в микрорайоне «Космос» и на улице Набережной. Примерно полсотни ям, сделанных днем, дорожники оставили на ночь. И все бы ничего, да ни с того, ни с другого направления подрядчики не выставили ни одного знака, предупреждающего о неровностях. В итоге по дороге автомобилисты передвигались зигзагообразным способом. Аварийных ситуаций удалось избежать, а вот транспорт поврежден. Слишком неожиданно на неосвещенной улице перед водителями возникали ямы глубиной от 8 до 10 сантиметров. Ямы сделали, знаков нету. Вчера ехал, погнул уже чак. Пришлось сегодня делать. Ни одного знака нет по всей улице, где накопали. Я потерял 10 тысяч денег. На колесах вот то, чтобы 10 проехать. Вот эту дорогу делали 3 года назад. Наши товарищи, которые экономят на всем деньги, сделали так в сырое время. Как пояснили в городской администрации, дорожникам поставлена задача сделанные ямы закатывать асфальтом днем и не оставлять на ночь. Рекомендаций не придерживается предприятие ДСП-8, ведущее ремонт на южных дорогах города. Им руководит Вагинак Максудян. На этой неделе мы получили официальные ответы с федеральной пассажирской компанией по поводу дальнейшей судьбы поезда Абакан-Красноярск сообщением через Ачинск. В компании лишь подтвердили, что он убыточный, на том основании и ликвидирован. А федеральный бюджет, на котором и держались такие перевозки, сократил субсидирование в целом по стране в два с лишним раза с 36 миллиардов рублей до 15. Если ситуация изменится, возможно, вернется в расписание и отмененный поезд, который на этой неделе ушел по маршруту в последний раз. Жители железнодорожных станций остаются с транспортной проблемой один на один. Теперь передвижение из одного населенного пункта в другой, если нет личного автомобиля, возможно, на автобусе. Но, как выясняется, не всегда. Чтобы добраться до автобуса Абакан-Красноярск, нам нужно доехать сначала до Троицка, стоять на трассе и голосовать. А если автобус переполненный, он может и не взять, и нам придется обратно ехать. Добавлю, что РЖД в стране сокращает 235 железнодорожных маршрутов дальнего следования, признанных нерентабельными. Возможно, в этой связи стоило бы сказать о доходах от транспортных перевозок. Но эта тема не имеет такой открытости. Специалисты говорят, что в России попросту отсутствует внятная транспортная политика. Транспорт у нас не рассматривается как кровеносная система экономики, обеспечивающая перемещение товаров и рабочей силы. И наши бизнесмены, и государство требуют лишь обеспечения максимальной прибыли. Вот и сокращают нерентабельные маршруты. А в мире совершенно другой подход. Если бы Рузвельт думал о прибыли, создавая американскую сеть дорог, США никогда бы ее не получили. Но государство просто выделило деньги на строительство, а прибыли появились позже. Китай за относительно непродолжительное время создал превосходную сеть высокоскоростных железных дорог. Есть и плохие примеры. В Аргентине из-за нерентабельности закрыли большинство станций, и народ просто перестал ездить. Это решение срочно отменили и едва вернули пассажиропоток. Вот уже целый месяц стоит наполненный до краев чаша строящегося бассейна в новом Абаканском дворце спорта. Специалисты таким образом проверили ее на прочность и герметичность, и вынесли заключение. Испытания прошли успешно, протечек нет, качество работы надлежащее, можно приступать к внешней отделке. Ну а в сентябре планируется сдать объект в эксплуатацию и открыть первый спортивно-оздоровительный сезон. Это будет уникальный для республики плавательный бассейн, длина дорожек которого 50 метров. Самый оптимальный и удобный размер для плавания как вида спорта. Пока в Хакасии все немногочисленные подобные объекты с длиной дорожек вдвое меньше 25 метров. Впрочем, это тоже стандарт, но на большем-то и диапазон возможностей для водных видов спорта шире. Мы как бы и стремились к тому, чтобы, во-первых, можно было проводить соревнования самого высокого ранга, вплоть до международных. Во-вторых, чтобы люди могли заниматься всеми, какие только возможны виды спорта, водные, на данном объекте. Детская школа по плаванию пока арендует место в бывшем дворце спорта, который перешел в частные руки под вывеской «Голджим». По словам спортсменов, денег только и хватает, что на аренду для тренировок. А что касается соревнований, то это непосильная финансовая ноша. И в Абакане их давным-давно не проводят. Ну, с момента строительства «Голджима-клуба» мы не можем здесь провести в силу финансовых вопросов, потому что большая аренда. Поэтому мы пользуемся такими городами, как Ченогорск, Сеногорск, Черемушки, Тея, вершина Тея нас очень сильно не выручает. Не меньше, чем спортсмены, открытие нового городского бассейна ждут все любители плавания. Для многих это ничем не заменимая оздоровительная процедура. Ведь бассейн, уже давно доказали врачи, полезен для исправления многих болезней. Помогает всем очень. У меня на личном опыте знаю, у меня с сестрой астма была. Она плавала, начала плавать, а у нее астмы уже нет. Поэтому вопрос общедоступности нового городского бассейна, пожалуй, самый актуальный. Ну, хотя бы для среднего класса цена должна быть подъемной. Первое, чего мы добиваемся, это общедоступность. То есть любой житель города может иметь возможность прийти за, наверное, вполне умеренную плату, позаниматься плаванием, подтянуть себя в физическом плане. Ценовая политика бывшего дворца спорта многих посетителей отпугнула. И вроде бы не сказать, что слишком дорого за одно посещение. Но в целом выходит немалая сумма. 4,800 за два, скажем так, почти за три месяца. Это на один сезон. 24 занятия, это рублей 200 и одно посещение. Например, в Саиногорске на взрослого один билет 170 рублей. В Черногорске 150, в Черемушках 130. В бывшем Абаканском дворце спорта 200 и билеты на одно посещение не продаются. Необходимо покупать сезонный абонемент, то есть платить за все 20 с лишним посещений. И не факт, что в самое удобное время. Ведь здесь есть клиенты статусом выше, так называемые члены клуба. И у них приоритет на весь комплекс услуг. То есть и на бассейн, и тренажерный зал, и все остальное. Вы можете купить абонемент просто в бассейн. Но, скажем так, вы уже будете плавать не тогда, когда вы хотите, а тогда, когда мы вам предоставим время более свободное от наших клиентов. То есть акцент мы делаем на клиентов клуба. Абаканские любители плавать открыли для себя Черногорск, где бывший, ведомственный, теперь тоже частный бассейн оказался доступнее. По вечерам здесь акваэробика и модное и оздоравливающее хобби. Я уже 4 года здесь занимаюсь, поэтому очень довольна со всем. Нога болит маленькая от варикозы, вообще прекрасная вещь. У меня и внучка ходит, и я хочу надолго, как уж и недовольный, и результаты налицо. Я третий месяц. Я вот за это время, по-моему, почти на третий назад. Ну и вставы двигаются лучше. Работаем, Наталья, работай! Либи, 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 пошел, пошел, пошел. Первые, так сказать, шаги на уроках плавания дети осваивают в малом бассейне. Только в секции плавания свыше 200 малышей, плюс две группы мать и дитя. Простудные заболевания, все это лечится. И в течение вот сколько детей ходит сюда, полгода, когда бывает год болеет, после этого дети перестают болеть. Это раз, а второе. Ребенок Кусь, хоть чуть-чуть он научился плавать, уже будет безопасно. Его родители вывезли на любой водоек, и за него не надо будет так волноваться, когда они вообще не умеют плавать. Новый Абаканский бассейн тоже будет рассчитан на детское плавание с отдельным помещением для малышей, производящим впечатление внутренним оформлением. Вообще здесь плавательный комплекс – это уникальный, как говорят в мэрии, объект с применением передовых технологий, вентиляции и циркуляции воды. Современное оборудование заказали в Германии. Очень сложная современная система водоочистки, которая будет осуществляться за счет озонирования воды, исключающая хлор, делающая его безопасным, пригодным для всех категорий людей, то есть это и люди с какими-то отклонениями в состоянии здоровья могут оздоравливаться. Торжественное открытие планируется на осень, скорее всего сентябрь месяц, как раз начало плавательного сезона в закрытых помещениях. Новый бассейн, как и ранее построенный спортзал, будет означать промежуточный финиш в создании всего спорткомплекса. Планируют построить еще как минимум легкоатлетический манеж. Синоптики не могут добавить ничего успокаивающего к расхожему выражению понедельник – день тяжелый. По крайней мере, что касается начала ближайшей недели. По их прогнозам будет прохладно. Ночью не выше плюс 2-7, а в отдельных районах даже до минус 5. Днем ожидается всего от 8 до 13 градусов тепла. При всем этом республику будет периодически поливать дождем, а местами пройдет снег. Если на улице холодно, то обычно шутят не месяц май. Это май, весельчак, вероятно, тоже шутит. А мне остается сказать всего вам доброго, до встречи. Смотрите нас в повторе сегодня вечером на телеканале «Россия-24» в системе кабельного телевидения. И напоминаю, наш адрес в интернете – вести.дефис.хакасия.рф. До свидания.